7.45 утра. Автобусная остановка на бульваре Ивана Каркача. Из маршрутки выходят несколько человек. Две девочки и женщина. Обходят автобус сзади. По встречной полосе едет внедорожник. Всё произошло за доли секунды, рассказывает водитель машины, ехавший следом за маршруткой. И буквально секунды они оббегают в маршрутку и выезжают, выскакивают. Даже не выскакивают, просто секунды. Я думал, они остановятся, посмотрят. Я не успел даже их посигналить, чтобы они остановились. Раз и буквально одну девочку произошёл удар. И откинуло в сторону моего автомобиля. Водители остановившихся машин вызывают скорую и полицию. Говорят, девочка сильно ударилась головой, была без сознания. По дороге в больницу ребёнок умер. В двухстах метрах от автобусной остановки – пешеходный переход. Это узкая ширина проезжей частины. На данной дельянке установлено по напрямку руху автомобиля Митсубиси два дорожных знака «Увага дити» с вказанием дистанции 100 метров. С другого боку есть дорожный знак «Автобусная зупинка» 252 маршрута. На данной дельянке пешеходного перехода нет. Есть ли нарушения в Организации безопасности дорожного движения на этом участке дороги, разбираться будет уже следствие. Мы видим, что на проезжей частины достаточно большая количество снега, снеговый накат по обе две боки. И на месте высадки пассажиров нет такого заездного кармана, который бы давал возможность автобусу заезжать в карман для высадки посадки пассажиров. Поэтому пешеходы выходили на снеговый накат и по стежке обходили стоячие автобусы. По словам очевидцев, внедорожник ехал с очень небольшой скоростью. Точную цифру установят специалисты. И только после окончания всех экспертиз можно будет делать выводы, кто виновен в смерти девятилетней девочки. Девять ей исполнилось на днях. Галина Шподарева, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости.